Анализируй это Именно тот случай Мы приглашаем экспертов и обсуждаем Разные вопросы вместе с ними И конечно ждем ваши сообщения На плюс 7 903 797 6333 Наш ватсап В вашем полном распоряжении И не забывайте присоединяться к видеотрансляции На канале Серебряного дождя В ютуб Что касается Часов с 5 до 7 Сегодня обязательно ситуацию между Косово и Сербией обсудим Азиатское турне Нэнси Пелоси Что происходит с импортом крепкого Алкоголя в России Я напомню Минздрав предупреждает Чрезмерное употребление алкоголя Вредно для нашего с вами здоровья Только что Разумовская нам буквально Обломала новость про кинопродукт Да, хотели вас обрадовать Поговорить об этом Видеоматериал Да, но тем не менее О том, что происходит со спросом На пиратские приложения в России Также расскажем Кто из чиновников допустил Возвращение масочного режима В московском метро Ну и заодно узнаете У каких россиян Лучше всего Брать в долг Ну лучше всего в том смысле Что они гарантированно Практически гарантированно Денег в долг дадут Это все в часе с пяти В часах с пяти до семи Напомню еще раз наш ватсап В вашем полном распоряжении Ну а про деньги И про то, как с ними правильно обращаться Сегодня посвящен целый час программы Поанализирую это На связи со студией Серебряного дождя Алексей Горяев Профессор финансов Российской экономической школы Алексей, здравствуйте Да, Алексей, слышно ли нас? Да, прекрасно Вот так, да Все, все у нас вроде как Все заработало Алексей, мы вообще в перспективе Конечно, хотим с Димой Сделать такой цикл программ Который условно будет называться Уроки финансовой грамотности Потому что, наблюдая Как развивалась история Вокруг финансовой пирамиды Финеко Да, это сейчас громкое уголовное дело Мы вот здесь в эфире недоумевали Ну как так? Страна, которая пережила Начиная МММ И прочее, и прочее, и прочее Люди опять благополучно несут деньги Там, где можно побыстрее Где тебе обещают За секунду яхты И золотые унитазы И при этом На каждом углу мы слышим Необходимо повышать Финансовую грамотность Необходимо повышать Финансовую грамотность Но, судя по всему Вообще, вот вы как специалист Можете сказать В процентном соотношении За последние 10 лет Насколько вырос Выросло количество людей Которых действительно В нашей стране Рядовые граждане Имею ввиду Беспрофильного экономического Например, образования Можно назвать Финансово грамотными людьми Знаете, очень сложно Свести финансовую грамотность К одному показателю Я имею ввиду 1-0 Кто-то финансово грамотный На 100% А второй получается На 0% Такого не было Есть разный аспект Финансовая грамотность Умение просто считать деньги А точнее, денежные потоки То есть рассчитывать Что будет в будущем В плане доходов, расходов Насколько нам это выгодно Есть умение использовать Финансовые инструменты Те же депозиты, кредиты Более сложные Например, ценные бумаги И есть вот часть Которая, наверное, мне ближе всего Это умение принимать решения Не надо называть это Законом подлости Это закон неожиданности Тем-то прекрасна жизнь Это жизнь Просто нужно быть готовым к этому Мы не знаем Знаете, как в сказке То есть не знаем, что Но что-то произойдет Такое, что потребует деньги И резерв, он очень хорош На эти непредвиденные ситуации Вот Есть деньги Мы, собственно, без проблем Абсолютно проходим С улыбкой Эти ситуации И наслаждаемся моментом Вот И тогда Действительно Это дает нам Очень такое, знаете Чувство уверенности В том, что Вот эти мелочи Нас не собьют С верного пути Вот Так что Еще раз Как бы Финансы Это не самоцель Это всего лишь средство Для того, чтобы Вписать их Как бы Как часть жизни Жизни такой Комфортной Достойной Свободной Жизни Вот И тогда Если второй уровень У нас есть То тогда Есть еще третий уровень Это уровень инвестиций Что касается Вот этой самой Подушки безопасности Да, Алексей Я просто Сейчас Опережая Вопросы Наших слушателей Это довольно Распространенная тема Как только в эфире Возникает словосочетание Подушка безопасности Как правильнее Поступить Да Вот Тем, что мы Этой подушкой называем Эти деньги Лучше Для собственного Спокойствия Хранить В наличке Условно Дома Или же Они тоже Все-таки Должны работать Пусть и В Всяких Низкорисковых Историях Ну, знаете И то, и другое Здесь очень важно Понимать Вот то, что Как раз Нужно понимать Где могут понадобиться Эти деньги Если они могут понадобиться Завтра Прямо Завтра Ну, тогда Наверное, какую-то часть Нужно иметь дома Прямо в наличности Если То есть Речь идет о каких-то Таких более Растяженных Во времени Тратах Ну, наверное Удобнее все-таки Например, часть на карте То есть Банковский счет И карты Привязаны к нему Как средство доступа Если Речь идет о том Чтобы, ну, например Там Угроза увольнения И там месяц Два-три Можно лежать на депозите Часть То есть Это абсолютно нормально Раскладывать по разным корзиночкам И понимать То, что там Наличность Страдает от инфляции Депозит Хотя бы частично Эту инфляцию отбивает И Но все-таки То есть Вот Если что-то непередивное Случается Мы должны Иметь возможность В любой момент Эти сбережения Изъять Перевратить в деньги Вот Кстати Мы еще одну вещь не затронули Очень важную Есть поговорка Не имей 100 рублей А имей 100 друзей То есть По факту Многим Вот это тоже очень помогает То есть На самом деле Финансовые грамоты Это не только про деньги Это гораздо шире И вот еще раз Если Посмотреть на практику Так как люди обычно Выбираются Из таких вот ситуаций Ну Они могут занять Кого-то Могут обратиться За помощью к друзьям За деньгами За советом Посоветовать Вот этого самого Стоматолога Где лучше И может быть дешевле Даже А может бесплатно Да Вот Это можно сделать И вот Не нужно вот этот Аспект недооценивать Да То что есть Ваш круг общения Так называемый Социальный капитал ваш Есть то Что вы сами можете делать Вот Я имею ввиду Проактивно Заранее Там Вот эти риски Как бы продумывать Здоровье ваше Да То есть Гораздо лучше Вот за ним просто следить Да То есть Вести тот самый Здоровый образ жизни Что называется Инвестировать в себя Да Конечно Да Вот личный капитал Человеческий свой капитал Это прямо Вот На самом деле Это средство номер один Деньги Друзья Это важно Да Ну Это вторично И вот тут мы подходим К вопросу Об инвестировании В себя Инвестирование В знания И тоже сейчас Очень много существует И школ И курсов И каких-то Финансовых Марафонов Которые предлагают Собственно За небольшое вознаграждение Обучить нас О зам Инвестировании Как выбрать Или Тут лучше просто Потратить свое время Да Посмотреть ролики Которые в открытом доступе Почитать литературу Какую-то Не знаю Драйзера может быть Для начала Вообще Или им просто Можно смело Идти в какую-то школу Платить И потом Значит С легким сердцем С чистой совестью Инвестировать Туда Сюда В современном мире Столько информации Чтобы я назвал Это даже Знаете Какой шум Просто вокруг То есть Столько всего Так сложно Разобраться И что Важно Это не просто шум То есть Много очень Противоречивых сигналов Как бы Каждый тянет Свою сторону Плохо То что Многие Тянут Не просто так А из корысти Потому что Тебя хотят Затянуть Например Неважно Конкретному брокеру Да Чтобы ты шел Инвестировать в фонды В рынке Именно через этого брокера Банки Соответственно Естественно Банковский продукт Предлагают Страховые компании Страховые продукты В том числе Кстати Инвестиционно-страховые Такие тоже есть И Я уже не говорю Про мошенников Которые просто Хотят избавить вас От ваших денежек Вот И вот Если ты понимаешь Это Вот эту ангажированность Большого количества Информации Которая на нас Сваливается То тогда Конечно Лучше относиться К этому Очень осторожно С точки зрения Ценности Своего времени И своих Ну там Тех же Временных ресурсов Как бы Чтобы Не путали мозги Вот Что делать Тогда То есть Где обучаться Ну Я бы Начинал с Каких-то простых вещей Я бы сказал так Что на самом деле Финансовая грамотность На каком-то базовом уровне Уровня здравого смысла Она уже у всех есть То есть Если человек Уже зарабатывает деньги Он Их тратит Сам Свои деньги Вот На этом уровне Он понимает Цены денег Да То есть Вот И Он примерно понимает Насколько тяжело Зарабатывать деньги Если Когда кто-то ему предлагает Там Не важно Сколько там Десять Тридцать Сто Тысячу процентов В месяц Ну Это Это пирамида Это очевидно Обман Это лохотрон Вот То есть Нужно немножко Включать мозги Как бы Чтобы Отсекать Хотя бы Такие Заведомо Ложные Предложения Из-за Манухи И Смотреть Вот Именно Разбираться Вот В тех Реальных Инвестиционных Инструментах Которые Есть Часть Из них Связана Действительно С фондовым Рынком Там Акции Облигации Часть Связана С реальными Активами Та же Недвижимость Вот Есть Микс Например Вот Есть Закрытые Пифы Недвижимости Которые Предпозвают Вкладывать Небольшие Суммы В Недвижимость Не напрямую А посредованно Вот этого самого Запифа Недвижимости Вот И В принципе Такой Очень Интересный Богатый С каламбурю Богатый Мир Действительно Богатый Возможностенный Мир Вот В котором Много чего Интересного Есть Но Несколько Обенел Надо сказать За последнее Время Оскуднел Чуть Да Есть Такое Вот Но Как ни странно Знаете Я смотрю на это Тоже с позитивом Потому Что Вот Негативный Опыт Он Гораздо Больше Учит Чем Позитивный Вот Пока Рынок Рос До Зимы Да Там Год Два То Была Эйфория Легкая Вот Такое Знаете Вот Заблуждение Что Я такой Умный Инвестор И оказывается Это так Просто И ничего Делать Не надо Просто Вложил Там Какую-то Денежку В фондовый Рынок Неважно Во что И оно Все Прет Вверх И так Хорошо Реальность Немножко Сложнее А потом Оказалось Что Еще Ничего И не Начиналось Это Называется Да Жизнь Показала Что Она Немножко Сложнее Вот И поэтому Да Потеряли Все Вот Больше Или Меньше Но Все Так или Иначе Финансово Пострадали Но На самом деле Многое Приобрели В смысле Знаний И От нас Уже Зависит Какие Уроки Мы Извлечем И То С чего Мы Начинали То есть Порядок Доходов Расходов Первый Второй Потом Этот Пресловутый Резерв И Только Третий Уровень Вот Самое Важное Что Нужно Понимать Про Инвестиции Это Горизонт От Трех Лет Почему Потому Что Риски Которые Реализуются На горизонте Месяц Год Как правило На горизонте Три Четыре Пять Лет Они Проходят То есть Рынок Падает Потом Он Поднимается Восстанавливается И Вот Очень Важно Уметь Вытерпеть Да То есть Пройти Вот Эту Кризисную Фазу Как раз За счет Резерву То есть Если Вы Обеспечили Себя То есть У вас Есть Сточник Дохода Вы Прокрываете Расходы У вас Есть Резерв Это Значит Что Вы Действительно Можете Инвестировать То есть Вы Можете Позволить Себе Взять Вот Эти Риски Риск Того Что В течение Года Будет Просадка Например Он В рынок Упадет Если У вас Недвижимость Например Будет Абсолютно Нулевая Ликвидность То есть Ничего Не Продается Ну Как бы А вы Не хотели Продавать Вам Не нужны Эти Деньги То есть Вы Прокладываете В длинную И тогда Взгляд на инвестиции Он совершенно другой То есть Это не спекуляции Такие Что Месяц прошел Горин купал И мы уже Разочарованы А у нас Горизонт Не месяц У нас Горизонт Вообще Горя Длиной В жизни А вот Смотрите Вплоть до пенсии Да Вот мы Сейчас говорим О таких Неких Абстрактных Вещах И понятиях Ну Для части Нашей Радиослушателей И У меня вопрос Который Вы наверняка Тоже очень часто Слышали Который Очень часто Люди Сдавать Любят В первую очередь Финансовым Консультантом Брокером Что делать Конкретные Рекомендации Вот сейчас Что надо Куда пойти И вложить Ну например А куда делать А куда вкладывать Не надо Сейчас Ну Вы знаете Как ни странно От противного Легче Немножко Потому что Вот что Мне делать Я могу Там пару советов Дать А вот что Делать Дать всем Универсальный Рецепт Ребят Не 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 Давайте Мне очень нравится Второй вопрос Про второй вопрос Мне просто интересно Почему никогда Никто из брокеров И консультантов Не дает Таких рекомендаций Ну то есть Чаще всего Звучит ответ Я не беру На себя ответственность Что-то рекомендовать А то вот Вы сейчас пойдете Сделать пример И потом будете Меня винить Но всем же Именно этого Хочется услышать Там вот Просто люди Хотят переложить Ответственность Либо Ну принять во внимание Точку зрения Спикера И как-то Проанализирующую Ну да Мне так кажется Что если Принять во внимание Точку зрения Спикера То это как раз Вопрос Чего делать Не надо Вот к этому Нужно прислушаться Хорошо Начнем с этим Но я могу Ошибаться Алексей Очень хорошо Что это слово Прозвучало Ключево Слово Ответственность Вы абсолютно Правы То что Очень часто Человек Психологически Хочет Перекинуть На другого Эта ответственность Он питает Иллюзию Что есть Кто-то Кто реально Знает Кто финансово Грамотный Образованный Опытный Продвинутый Умный Везучий Может быть Да Просто элементарно Везучий У него Прет Фишка Что называется Вот И он Меня Подсадит К себе В свой Вагончик В погоне За счастьем Вот то Что я сказал Как вам Кажется Правдоподобным Бывает Такое Мне кажется Это Мне вот Одна сказка Про Золотой Ключик Это Очень Вспоминается Буратинка И кот С весой Вот В жизни Немножко По-другому Все-таки Ответственность На каждом Из нас Срежит Универсальных Рецептов Нет Просто Их Нет Такого Что Вот Сейчас Всем Есть Инструмент Который Всем Подойдет К сожалению Или к счастью Таких Нет Вот Поэтому Это Первое Прозрение Может быть Перекратить Искать Вот тот Самый Золотой В прямом Переносном Смысле Актив Который Вот Сейчас И выстрелит И вот Кто-то Нам Это Сообщит Если Кто-то Даже Знает Такой Актив Он Не Сообщит Нужно Питать Таких Бывают Такие Ниши Такие Которые Иногда Окошки Открываются Кто-то Может Действительно В этот Вагончик Скачить Вот Как правило Это Происходит Не просто Так То есть Это Не халява Это Неудача Поймать Птицу За хвост Чтобы Поймать За хвост Это Нужно Очень Потрудиться Вот Как В сказке То есть Нужно Встать Ночью Прям Не уснуть Там Смотреть Вовремя Протянуть Руку Там Спрятаться То есть Вот Это Прям Требует Очень Больших Вложений То есть Инвестиции Это Очень Непростая Штука Алексей Действительно Разбираться В этих Инструментах Да Прошу Прощения Что я Вас Перебиваю Давайте Мы Продолжим Этот Разговор Буквально Через Пару Минут Друзья Алексей Горяев Профессор Финансов Российской Экономической Школы На связи Со Студией Серебряного Дождя Ждем Ваши Вопросы В наш Ватсап Так Ребята В чате Всем Привет Ну а Что Конкретные Вопросы Будут У нас Сегодня В эфире Профессор Финансов Российской Экономической Школы Это Не коуч Не тренер Не финансовый Консультант Это Профессор Экономической Школы Поэтому Можно По существу Спрашивать И Нужно Обращаюсь К нашей Аудитории Алексей Предупредил Что мы Выйдем Через пару Алексей Алексей У нас Сейчас У нас Сейчас Небольшой Перерыв Буквально Еще Две Минуты А после Этого Мы С вами Возвращаемся В эфир Хорошо Что Это Музыка Такая Вот У нас Что С Видео Трансляции Вот Это Да Я Не знаю Как у Тебя У Меня Я Обновил Ничего 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 Обнови Ну Просто Зайди Заново Давай Так я Уже Перезапустила Друзья Программа Анализируй Это Дмитрий Кузнецов Дарья Гордеева Алексей Гореев Профессор Финансов Российской Экономической Школы На связи Со студией Серебряного Дождя Алексей Нас Слышно Да Прекрасно Да Алексей Наши Слушатели Возвращают Нас В начало Разговора Мы с вами Как-то Уже в первой половине часа Уже ушли в инвестиции Хотя здесь уже и про криптовалюту Начали писать К этому я думаю Что мы тоже перейдем Но Возвращаясь вот к началу К тем людям Которые только-только Начинают постигать Финансовую грамотность И возвращаясь К вопросу Накоплений То есть То с чего Нужно понять Надо понять Свои доходы И расходы Есть вопросы От слушателей Которые Просят Продолжение Банкета Именно Вот в этом смысле То есть Окей Человек Он знает Он видит Свой доход Он посмотрел Что у него По расходным Идет Всяким направлениям Понял Ну к примеру Да Вот вы привозили В пример Чашку кофе Человек понимает Что Ага Я например Могу себе Я например Должен Приносить Еду из дома А не обедать Каждый Каждый день Например Где-то в кафе У него начинают Копиться Он эти деньги Откладывает Начинает копиться Какая-то сумма Вот От какой суммы Человек уже Может задуматься Эти деньги Куда-то Вот что-то Называется Перекладывать Чтобы они работали Плюс Минус Да Вот примерно Ну мне кажется Здесь Очень важно Понимать Что Если у вас Небольшие суммы Тысячи рублей Десять тысяч рублей Конечно Погоду они не сделают В смысле Ноликов На вашем счету Но Смысл там будет Совершенно другой В начале Я бы Рассматривал Это Исключительно Как Опыт То есть Накопление Опыта Тех или иных Инструментов И поэтому Вот мы уже Сегодня говорили Про финансовые школы Лучшая школа Это когда Вы Сами Самостоятельно Начинаете Вкладывать деньги Начиная С самых Простых Инструментов Ну Я уверен Что у большинства То есть По крайней мере С банковскими Депозитами То есть Есть понимание То что Условно Ты кладешь Там тысячу рублей Там тебе Добавляют Сколько Там 5 процентов 10 процентов В конце Года Или Соответственно В конце Того срока На который Вы положили Деньги То есть Это фиксированный Процент И в этом Смысле Это считается Наименьший Риск Ну По крайней мере Если у вас Небольшие суммы В рамках Системы Стрекования Вкладов Вы верите В эту систему Что она Всегда Сработает Ну До сих пор В последние годы Она всегда Работала Потому что За ней Стоит государство Если хочется Большего дохода Очевидно Это нужно Понимать То что Всегда За этим Стоят риски То есть Нужно Принимать Какие-то риски Вот Или вы Вкладываете На более длительный Срок На тот же Депозит Например Там Двухлетний Трехлетний Депозит Или Другие инструменты С фиксированным Доходом Облигации Которые Торгуются На рынке Есть государственные Облигации Есть корпоративные Облигации И там Можно Дрительный Срок Положить Пять лет Десять лет И так далее Там Есть риски С этим связанные Риск ликвидности То есть Насколько Можно потом Выйти Если вы хотите Выйти через год Или через два По какой цене Вы сможете выйти Цена может колебаться Вверх или вниз Ходить И Вот В этом нужно разбираться Разбираться И Вы же понимаете Если вы начинаете Вкладывать свои деньги У вас совершенно Другой мотив будет То есть Это не книжные Вот какие-то Такие вот знания А вот Нет Вы вкладываете Свои деньги Вы захотите Конечно же Прочувствовать Что это такое И потом По мере того Как идет время И действительно Какие-то риски Реализуются Вы Ну собственно Вот накапливаете Этот опыт С облигациями Получили опыт Можно попробовать С акциями Вот Ну конечно Можно же Там Нужно Смотреть на историю Что было раньше Вот Мы видим Что риски В разные времена Разные периоды Они разные реализовывались И это просто показывает Что нет Еще раз Как бы Вот такого Универсального Актива Который вот Всем подойдет И без риска Вам что-то такое Вот Преподнесет Супервысокую доходность И риски есть всегда И поэтому Наверное Вот То есть Первое получается Накопление опыта Второе Пробовать разные инструменты Все-таки Да Вот есть ключевое слово Диверсификация То есть Когда мы раскладываем Свои сбережения По разным корзинкам И Ну конечно Есть инструменты В которых Там Тысячу рублей Ты не положишь Нельзя купить квартиру Как знаете Там квадратный сантиметр Недвижимости За один рубль Нельзя То есть Конечно же Там речь идет о том Чтобы нужно Как бы существенную сумму Чтобы купить Хотя бы там Однушечку Где-нибудь Прям далеко От крупного города Вот Ну Можно начинать С других инструментов И потом уже Когда у вас будут Более существенная сумма Переходить Конечно К таким более Серьезным Инструментам Которые требуют Значительных сумм денег Но еще раз Вот сам-то принцип Доходность против риска И принцип раскладывания По разным инструментам То есть Диверсификации Он действует Для любого инвестора От бабушки До уорна пафета Не побоюсь Попомянуть Этого Гуру В области инвестиций Алексей А расскажите нам Пожалуйста Как бы сказать Об образе мышления Финансово Грамотного человека О психологии Как правильно Вообще Относиться К деньгам Потому что У многих людей В принципе Нет Ну Какого-то Не знаю Не то что правильно В принципе Отношения Да То есть Есть деньги Есть отношения Потратить Либо отложить Нет денег Нет денег То есть Ну Мало кто думает О том что Деньги должны Тоже делать деньги Что они должны Быть в работе Всегда Да То есть Нас либо Накопить И потом Сразу все потратить На что-то Ну вот там Копили-копили-копили-копили Там машина Или квартира Бах Опять нет денег Опять копим Ну и отсюда От себя добавлю Отсюда же Вот это у многих людей Вот это вера Вера в чудеса О том что я сейчас 10 рублей вложу И миллион быстро получу Доллары в глазах Сразу загораются Азарт просыпается И все Падает вот эта планка Кто-то И кто-то вообще Следует поговорке Нежели богато Ничего и начинать Да И что там Честным трудом Столько не заработаешь Копи-не копи Все равно не накопишь Ну и так далее Вот есть ли какое-то Правильное Не знаю Адекватное Здоровое отношение Вообще Которое в себе Можно воспитать Да И как это сделать Да Ну замечательно Что вы эту тему подняли Потому что Знаете Чем больше я сам Лично для себя Постигая Вот эту область Личных финансов Тем больше прихожу Именно в эту сферу То есть сферу Психологии финансов То есть Финансовый грамот Действительно Это не про деньги Это скорее про Отношение к деньгам И действительно В этой сфере Как и в любой другой Конечно же Важна осознанность То есть Когда мы Четко понимаем Зачем Все нам это нужно Потому что Кто-то Вот знаете Бывает такой фетиш Просто Деньги ради денег Бизнесмены Наверное иногда Вот к этому приходят Когда это просто Честно спортивный интерес Сколько ноликов на счету Вот Кто-то наоборот В ловушке бедности То есть я бедный И вот знаете Как-то раз По радио Передавали ситуацию Такой бедной старушки Которая жаловалась Потому что денег не хватает Пенсия маленькая Да Там лекарства Еда естественно Вот Потом выясняется Что у нее квартира на Арбате Она живет на Арбате И вы понимаете Да Конечно То есть Она могла бы давно уже Там эту квартиру Продать Там за какие-то там Тысячи долларов Да Окей Сейчас это не очень Не важно Там много нулей Вот Купить себе домик В деревне Припеваючи жить на разницу Вот Но ее сознание То что Для нее важнее Жить на Арбате И страдать от недостатка денег И жаловаться всем на это Вот Ну Как Как на это смотреть Сознание бедного человека Или это все-таки Отсутствие финансовой грамотности Опять же Да Просто человек не знает Что так можно Продать одну квартиру Купить две В одной жить Вторую сдавать И еще На разницу Не знаю Съездить отдохнуть Возможно Просто боялась Что я обман Вот Это опять Как бы да То есть Есть много шаблонов Которая Вот кстати Подумайте Откуда они вообще взялись Вот Часть советского периода Часть из школы Часть родителей Вот просто там Никогда не бери кредит Потому что Это слишком рискованно Например И кто-то никогда не берет кредит Потом Новое Молодое поколение Соответственно Наоборот По рекламе Услышала Услышала Что Да бери этот кредит И не заморачивайся Там все нормально будет И они берут Не заморачиваются Потом попадают В головую яму И И вот Как найти золотую середину Вот в этом Действительно Это вопрос Какого-то здравого смысла Это вопрос Постоянного Знаете Такого думания Да Действительно Примирать на себя Вот где Это я То есть То что я действительно хочу Это мои потребности А где Навязаны мне хотелки Какие-то Чьи-то Или барьеры Вот эти ограничения Которые мешают Принять верное решение Вот Ну Я бы сказал так Что Здесь Еще раз То что Что бы я ни сказал Это не Даст Вот эту самую Как сказать Универсальную мудрость Для всех И для каждого Я не гуру И Единственное Что я могу Как бы призвать Действительно Больше думать Включать Вот этот активный аспект Думания Просто И постоянно проверять Как бы Со своим внутренним камертоном Вот То что я вижу Или слышу Там был пример Вот этой финансовой пирамиды Финеко Вот Там ведь Такая замануха была Да Такая Придумана Там И криптовалюта своя Там какие-то курсы И прочее И вот Сразу Там Знаете Вот Финансов Очень важно Умение задавать Правильные вопросы Такие вот Правильный заданный вопрос Это как половина ответа Сразу Вот И в инвестициях Там очень важно Как бы Такие вопросы Задавать Собственно А кто мне предлагает Финансовый инструмент В чем его интерес Вот И понятно Что в пирамидах Там всегда так То есть Если там все Настолько шоколадно Как они расписывают То вопрос Зачем им Мои деньги нужны То есть Пускай получают Свои тысячи процентов Сами на свои Там Я не знаю Сколько они Миллионов Или тысяч Есть Зачем нужны Внешние деньги Условно Старушек Пенсионеров И прочих От обывателей Логический вопрос Такой Второй У этих ребят Лицензия вообще Есть хотя бы Где-то там У нас Центробанк Сейчас очень Достаточно жестко К этому относится И как правило Мошенников Лицензии нет И тогда Это терминально Проверите Хотя бы Это Третий Всегда нужно Разбираться А в чем Бизнес-модель Откуда берутся Тысячи процентов Что это за Поле чудес Какое-то Куда зовут Новых Буратино То что Крэкспэкспэкс За ночь Вырастет Дерево Золотое В детских сказках Все очень хорошо Описано Есть еще Носово Не знай-ка На Луне Там как раз Про ценные бумаги Прекрасно Про капитализм Современный Тоже очень хорошо Когда есть Такой здравый смысл Здравая порция критики Сомнений Ты задаешь вопросы И слушаешь их ответы Если что-то не сходится Есть какие-то сомнения Не надо туда вкладывать Только если ты понимаешь Разбираешься Тогда ты можешь И то Часть Часть своих денег Туда вложить И то Надо еще Посмотреть Какая история успеха Кто эти люди Где другие клиенты Другие инвесторы Которые вкладывают Кто эти люди Есть ли они вообще Или это абсолютно Иллюзорная какая-то история Надуманная Куда нас вызывают Так что здесь Это такая На самом деле Очень интересная Школа жизни Связанная с финансами В которой ты Общаясь С финансовыми организациями На самом деле Во многом Понимаешь себя Лучше понимаешь себя Что ты хочешь Избавляешься От каких-то иллюзий Потому что Действительно Заработать Доход На свои вложения Не так легко И там ведь Еще фишка В том что Мы прекрасно понимаем Что есть инфляция Которая съедает Пожирает Просто наши сбережения Постоянно Поэтому Просто оставлять деньги Как есть В наличности Наверное Это было бы неправильно В том смысле Тогда они постоянно будут Обесцениваться Просто от инфляции Вот Ну соответственно Минимально То что мы можем сделать Хотя бы часть Положить на депозит Вот И дальше Дальше уже раскручиваются Вот более рискованные Инструменты То есть Если вы Мало разбираетесь Если вы опасаетесь рисков Понемножку Хотя бы Понемножку Накапливайте опыт Вот Впитывайте эту информацию Разбирайтесь в этом Советуйтесь Со своими Родственниками Друзьями У каждого Может быть Свой путь Действительно Вот этих вложений Если посмотреть На того же Ворона Баффета Вот Кстати Вот Вы говорили Упоминали Да Вот я вот Стату Инвестируй в себя Вот Все что я сейчас Говорил до сих пор На самом деле Было про это Даже для того Чтобы Заработать что-то На финансовых инструментах Или на реальных Недвижимости Нужно как минимум Разобраться в этом Это значит Повысить свой уровень знаний И получается Что-то без Своего Личного Соучастия Все равно Успеха не добиться Так что Сначала В себя А потом Во все остальное Это какой-то Удивительный Сегодня эфир Когда мы говорим Про финансовую грамотность Про вложения Про инструменты Которые для этого Можно использовать И мы пока не получили Ни одного сообщения От наших слушателей Русской народной забаве В любой непонятной ситуации Вкладывай в недвижку Я прямо сегодня Сильно удивлена Что нет таких сообщений Тем не менее Друзья Номер для ваших сообщений Для ваших вопросов Плюс 7903 797 6333 На связи со студией Серебряного дождя Алексей Горяев Профессор финансов Российской экономической школы Не забывайте Что нас можно Не только слушать Но и смотреть Мы вернемся в эфир Буквально через несколько минут Включи я сейчас Да Алексей У нас традиционно Сейчас еще пару минут И потом еще минут Пять с половиной До конца часа Будет в эфире Хорошо? Да, конечно Все, оставайтесь на связи Нет, что-то у меня Прям вообще Трансляция сегодня Просто То ли с интернетом Какая-то проблема Не знаю Нет, у меня все работает Ну, то есть ты закрыла Открыла заново Перезагрузила Она у меня какое-то время Нормально работает Потом опять начинает Фигачиться на пикселе Нам пишут А вы заметили, что с каждым эфиром Дарья все более загоревшая В отличие от Дмитрия А говоришь, что у тебя Трансляция не работает Нет, она работает Но изображение Вот смотри Да Я заметил Причем я вам это Знаете, как скажу Я это заметил Не когда Дарью Встретил на работе А когда открыл трансляцию Вот на экране Я реально заметил Думаю Так А что это она загорелая То есть что я не загорелая Я знаю Ребят Мы же еще на утренних сменах Выяснили Просто Дарья пьет Из Дмитрия кровь Поэтому он Бледненький Понимаете А я с каждым днем Выгляжу Не побоюсь этого слова Извините за нескромность Все Краша Так сказать И краша Нет, ну какие паразиты Наши киношники Ну такую новость Нам сегодня обломали Я предлагаю все равно Конечно мы ее все равно возьмем Ну Что это такое Только я так сказать Пополнила вокабуляр Отрицательного роста Хлопка И прочего Материал Продукт Да Кинопродуктом И тут на тебе В следующем части Для наших зрителей Напоминаю Перейдем к обсуждению новостей Дарья красивая Татьяна пишет Татьяна спасибо Я уверена Вы тоже Но конечно Я вам хочу сказать Дорогие мои Что как в песне Алла Борисовна Смешить мне вас С годами все труднее В том смысле Что я не очень понимаю Как мы будем В плане новостного фона Переживать август Тухляк Неимоверный Хотя сегодня Есть парочка Очень интересных сообщений Вокруг Китая С Соединенными Штатами Тайванем Вокруг Косово Сербии Там Ой-ой-ой Пару кстати говоря Довольно любопытных Финансовых историй И вот только что Я смотрю Пришло на ленты Ведомости По крайней мере Пишут о том Что у нас очередной Похоже назревает Запрет Который связан С усыновлением Сирот Но в следующем часе С Димкой Расскажем вам О У нас даже есть Про Финекот Зрители Василис Круто Так Был дело у меня С Финекот Стравцы Хотел мне Тащить Муж Сказал Отстать Но она Не унималась Говорит Не верите Финекот Поверите Мне Вложите Если Прогорите Я вам Верну Василис Ну и чего Чем дело Кончилось Я так понимаю Что вы Не вложились А сестра Успела 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 Собственные Деньги Вынуть Или Из Прогоревших Ну что Там Ух ты Ух ты Я про Миллионы Финекот Вот На Василисе Написал Не Вернулась 126 Вернула 50 Финекот Сериал Миллиона А зачем Давали Василис Как Зачем Чтобы Миллиарды Были Анализируй Это Друзья Это Программа Анализируй Это В студии Дмитрий Кузнецов Дарья Гордеева Мы Напоминаем Что Наш Ватсап Вашем Полном Распоряжении Плюс 7 903 7976333 Сегодня разговор О финансовой грамотности Алексей Горяев Профессор Финансов Российской Экономической Школы На связи Со студией Алексей Вы знаете Я очень благодарна Нашим внимательным Слушателям Которые Напоминают Что мы С вами В первой Половине Часа Только Решили Поговорить О том Куда Не надо Вкладываться Но вот Конкретики Никакой Не прозвучало И предлагают Вернуться Чего Не нужно Делать Ну что Хорошо Я бы сказал Так Что Если Вы Не разобрались В том Что вам предлагают Не стоит Этого делать Если Вам не ответили На вопросы То есть Есть сомнения По поводу Чистоплотности Тех Кто с вами Общаются То есть Они не умеют Объяснять Не стоит Туда Вкладывать Если Горизонт Инвестирования Вам не Подходит Не стоит Туда Вкладывать Например Бывают Такие Вложения Которые Требуют Прямо Срока Три Пять Десять Лет Вы Не можете Себе Это позволить Вам Деньги Нужны Через Год Или Через Два Ну Тогда Просто Вам Не Подходит Этот Инструмент Никак Вот И Получается На самом Верет Вот Это Три вещи Которые Я Сказал На самом Верет Они Отсекают Очень Много Много Вот Взять Давайте Комер Криптовалюту Вот Кто Из Слушателей Может Сказать Что Реально Разбирается В том Как Работает Числовутый Биткоин Я Не буду Знать Многие Другие Альтернативы Как Обратится Его Корс Как Работает Алгоритм Который Стоит За Биткоинами Особенно Теми Которые Вырабатываются В результате Майнинга Да Вот Какая Роль У Основателя Этой Криптовалюты Насколько Он Реально Может На Это Влиять Какой Шанс Того Что Ваши Деньги С Вашего Криптокошелька Просто Исчезнут Какой Шанс Что Вы Вообще Способны Будете Запомнить Свой Пароль И Потом Вообще Ввести Эти Деньги Из Биткоина Обратно В живые Деньги Вот Понимаете Вот Многие Из тех Кто туда Вложил Свои Деньги Я Уверен Они Не Смогут Найти Ответ На Все Эти Вопросы И Если Так То Тогда Получается Лотерея Повезет Не Повезет И Самое Смешное Что Биткоин Мы Все Видели Он Очень Сильно Рос Падал Рос Падал Очень Сильно Рос И Сейчас Опять Очень Сильно Упал Что Это Инвестиции По Моему Это Спекуляции Притом Не Самого Высокого Стоит И Ну Опять Как бы Хотите Пограть Лотерею Окей Это Ваш Выбор Если Не Хотите Назвать Это Инвестициями То есть Более Осознанным Именно Выбором То есть Синица В руках Против В небе Ну Наверное Это Будет Что Другое Плюс 7 903 7 9 7 6 3 3 3 Как Правильно Диверсифицировать Риски Пишут Наши Слушатели Это Один из самых Наверное Популярных Вопросов Вот Наших Слушателей И Вообще Что касается Страховки Своих Средств Вот у нас Есть Еще Пару Минут Да Ну Подиверсификация Если Коротко То Можно По активам И По времени По активам Понятно Да То что Не Пухивайте Все деньги В один Актив Каким Хорошим Он Не Казался Не Бывает Таких Безрисковых Активов Нет Всегда И риски Есть Даже Государственные Облигации Вот Поэтому Раскладываем По разным Корзиночкам По времени Это значит Что не Вгухивать Все деньги Даже Вот Все И Прямо Всю сумму Здесь и Сейчас То есть Попробовать Сначала Понемножку Немножку Вложить Посмотреть Как это Работает И потом Постепенно Докладывать Если это позволяет Понятно Что в случае Квартиры Сложно Это сделать Вряд ли Мы купим Сначала Прихожую А потом Кухню Вот Но тем не менее То есть Как ни странно Финансовый инструмент Часто такое возможно Ценные бумаги Такое возможно И в пипах Поэтому Понемножку Нарабатывать Смотреть Учиться И самое интересное Что сейчас Оборотная сторона Неопределенности В том Что сейчас С одной стороны Много негатива С другой стороны Негатив Рано или поздно Заканчивается Позитив тоже придет Он есть На самом деле Его нужно искать Очень вдумчиво Очень тщательно И быть готовым К тому Что вот Тогда Как раз Когда вы что-то найдете Потребуются деньги И нужно будет В это вкладывать Еще одна вещь Хотел сказать Смотреть шире То есть Вот Финансовые консультанты Очень часто Ограничивают себя Чем там Депозиты Ценные бумаги Страховки Может вам предложить И недвижимость Еще Возможности Инвестиций Гораздо Гораздо Больше Мы уже Обсуждали Что есть Человечный капитал Что пригодится вам Здесь и сейчас Когда все так быстро Меняется Ну я бы сказал Самообразование То есть Ищите возможность Для того Чтобы Приобрести Какую-то вторую Или третью Или четвертую Профессию Возможно связанную С первой Может быть Не связанную И тогда быть лучше Готовым К тому Что потом от вас Потребуется На вашей текущей работе Или может быть На новой работе В чем вы нет Вот Действительно Все сейчас быстро На рынке труда Изменяется Вы знаете Что касается Образа жизни Десять секунд У нас коллеги Потому что Короче Нужно думать Хочу только Это пожелать И это отличный финал Будет счастье Алексей Горяев Профессор финансов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok